В 617 спасенных жизней в этом году представители одной из самых мужественных и, пожалуй, нужных профессий готовятся отметить свой профессиональный праздник – День Спасателя. Впрочем, торжества прошли уже сегодня. Эту дату выбрали не случайно. Именно в пятницу Министерство чрезвычайных ситуаций отмечает юбилей – 25 лет со дня образования. Поздравляю с профессиональным праздником. День Спасателя. Те, кто первые приходят на помощь в беде – это спасатели, пожарные. Те, кто непосредственно принимают участие в работе по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Зал Арктики практически пустой, впрочем, оно и понятно. Остальные на дежурстве, а даже в праздничную дату спасатели работают. Выходной – потом. Они готовы прийти на помощь в любую секунду и в любое место. Незамедлительно и прямо сейчас. Цель и задача каждого дня – предупреждение, спасение, помощь. Иначе нельзя. Это сей. Тех, кто сегодня не в зале, уже наградили. Остальным вручают медали в торжественной обстановке. Здесь женщины – не слабый пол. Награды сегодня получили и те, кто не спасает, предотвращая ЧАЭС, в их числе недропользователи. Медаль за «Стружество во имя спасения» получил Владимир Сарычев, гендиректор нефтяной компании «Востокнау». Быть спасателем – это призвание. Случайные волосы и люди не задерживаются в МЧС. Патриотические песни и слова благодарности – сегодня это все для них. Для тех, кто, рискуя своей жизнью, спасает другие. Призвание у них такое. Олег Танзийский, Владислав Носкин, Роман Делимарский. Телеканал «Север». Это глубочее.